Мы продолжаем вечерний хэштег и если биатлонисты и лыжники еще только готовятся к стартам, то первая победа с участием атлета нашего региона в Пекине уже состоялась. Сегодня утром по тюменскому времени женская сборная России по хоккею с тюменкой Валерия Павлова в составе обыграла команду Швейцарии 5-2. В третьей части программы поговорим еще об одном значимом для нашего региона в виде спорта, ну и несколько затронем вопросы миграции спортсменов. Помимо Валерии Павловой в Пекин прилетела Мария Баталова, которая пока не играет, проходя обязательные карантинные процедуры, но готовится помочь сборной. Обе девушки начинали карьеру в тюменских лисицах, а сейчас выступают в других клубах. Павлова играет за красноярскую бересу, а Баталова за гидель из Уфы. Еще один уроженец нашего города Артем Минулин, первый в истории тюменец в мужской олимпийской сборной России по хоккею и лучший защитник АХЛ по показателю полезности в составе металлурга из Магнитогорска. Евгений Владимирович, у нас в 2014 году была расформирована команда тюменской лисицы. Два сезона всего в чемпионате России играли, а воспитали уже таких мастериц. Понятно, что невозможно все объять, невозможно все виды спорта, но нет легкой какой-то досады, может быть, что нет сейчас такой команды. Ну, знаете, скажем, разные времена, разные обстоятельства, поэтому то, что из региона порой уезжают спортсмены, да, это досадно. С другой стороны, опять же, в игровых видах спорта вот такая ротация, она имеет место быть не только у нас, а вообще по всей стране. Вот, и поэтому отрадно то, что девушки получили основные базовые навыки именно здесь, основную базовую подготовку именно тюменских тренеров, как и Артем Минулин. Поэтому, да, их заметили, их пригласили на более высокий уровень, но в отношении женского хоккея, я думаю, что у нас все еще впереди. Очень хочется, чтобы так и было, но если хоккеисты, да, порой где-то вынуждены, чтобы попасть в олимпийскую сборную, уезжать, то лыжники, биатлонисты, наоборот, со всей страны к нам стремятся. Дарья Николаевич, это по пять, потому что у нас инфраструктура, условия, тренерские кадры, все вкупе это, как на ваш взгляд? Ну, что касается участия в соревнованиях, у нас чемпионаты, мы даже с биатлонистами поделили, да, год биатлонисты на «Жемчужину» соревнуется, год лыжники, потому что центр всеми признанный, самый лучший центр, и все команды приезжают не только из России, но и белорусы постоянно здесь, украинцы, биатлонисты приезжают, лыжники, вот казахи постоянно у нас готовятся, потому что действительно замечательные условия созданы, зимняя морозильная установка стоит у нас, которая позволяет начинать тренировки в октябре месяце спокойно, без всяких проблем. Поэтому, конечно, с удовольствием приезжают, готовятся, соревнуются, потому что он самый лучший центр. Максим Ильич, у нас ведь еще и, если многие биатлонисты очень хотят выступать именно за Тюменскую область, опять их привлекает именно, что они видят какое отношение здесь к биатлону? Я бы тут тоже немножко два слова вернулся назад в историю. Дело в том, что эти центры, они в принципе создаются для того, чтобы лучшие спортсмены из регионов, где нет возможности, приезжали и имели, значит, возможность готовиться в тех условиях, в которых мы на сегодняшний день находимся. Тут надо учитывать такой важный момент, почему говорю об истории, в которой в половине 70-х годов в городе Екатеринбурге был создан, значит, по тем временам самый ультрасовременный биатлонный комплекс, центр, огромная школа, школа резерва, школа-интернат. Естественно, привлекались спортсмены со всей страны. Но так получилось, что в принципе славу городу Свердловску, позже Екатеринбургу, именно спортсмены-уроженцы Тюменской области дали. То есть это Юрий Кашкаров, который в 19 лет стал уже чемпионом мира среди взрослых, это Александр Попов, это Евгений Редькин, это вот олимпийские чемпионы, три олимпийских чемпиона из четырех, которые, значит, были четвертые олимпийские чемпионы, это Чепиков из Алтайского края. То есть, понимаете, в чем суть, то есть не Свердловские спортсмены составляли основу, базу, скажем так, из известных спортсменов Свердловских, это был Антонов и Майгуров, скажем так. Но позже, чуть позже, когда еще у нас тоже не было условий, Антон Шипулин также перебрался, значит, в Екатеринбург, но я скажу, что это был последний спортсмен, который нас покинул. Но в те времена мы даже не имели еще никаких реальных условий, мы постоянно скитались по разным сборам по всей стране. И когда в 2010 году мы вот заехали в этот прекрасный центр, тогда, конечно, прекратился полностью отток спортсменов, в основном спортсмены стали приходить. То есть не надо забывать, что у нас и Тимофей Лапшин выступал несколько лет за Тюменскую область, который представляет Корею на двух олимпийских играх. Вот, значит, ну и Александр Логинов в свое время связал свою жизнь, Евгений Гораничев полностью связал свою жизнь с городом Тюменью. Здесь он живет, здесь он родил детей, хотя он тоже является уроженцем Пермского края. И в данной ситуации хотел бы добавить еще последний момент, то, что всегда очень зависит от какого-то одного человека. Вы, если на рубеже 80-х, 90-х годов, это был Валентин Никифорович Зуев, который, в принципе, создал, основал женский биатлон, который только-только появился, прорезался на базе, значит, института сельхоз. Вот, где находились прекрасные тренеры гурьев и русских. Значит, первые тренеры Тюменской области были по биатлону, по женскому. И женский биатлон очень начал быстро развиваться, потому что в него были вложены огромные деньги. Был спонсор привлечен в лице Тобольского нефтехимического комбината, была поддержка губернатора тех времен Ракетского. И также сильный толчок был дан уже развитию в целом лыжной гонки биатлона. Владимир Владимирович Мякушев, когда был построен комплекс «Шемчужина Сибири», то есть это тоже мощный толчок. То есть ты сейчас стал той фигурой, да? Да, сейчас губернатор, значит, снова нас поддерживает, имеется в виду Александр, значит, простите, вот, значит, тоже нас поддерживает, то есть имеется в виду, идет, как сказать-то, преимущество из поколения идет. Вот поэтому, вот о чем хотел сказать. Спасибо. Евгений, как раз интересно услышать вашу историю, то есть вы, да, приехали молодым со всем парнем, как раз вам ведь нужно было просто место, где можно свои таланты развивать. Ну, действительно, да. И я такую тоже предысторию, что познакомился, знал, что у меня из поселка есть такой заслуженный спортсмен, олимпийский чемпион, заслуженный тренер России. Это Аликин Владимир Александрович, который, как оказалось, уже за мной наблюдал с юниорского возраста, когда я попал в команду лыжных гонок по юниорам, к Олегу Арестовичу, перевозчику, что, я думаю, от него уже такая достаточно высокая база была наработана в юниорском возрасте. И он меня постоянно, мы с ним когда пересекались, с Владимир Александровичем Аликиным, он меня постоянно звал в биатлон. Я говорю, ну, Александр, Владимир Александрович, у меня, говорю, пока все хорошо в лыжных гонках, я пока побегаю в лыжных гонках. Он такой, хорошо, будешь заинтересован, я тебе найду регион, я тебе найду тренера. Ну и вот это случилось, он позвонил мне в один момент, мы съездили с ним пострелять на стадион «Динамо», и потом он связался с Максимом Владимировичем Кукуевским, и меня пригласили, тогда у нас директор был Центр спортивной подготовки Вотинов, Сергей Викторович. И мы приехали, поговорили, и я тут же встретил Максима Владимировича с поезда, тогда с первым тренером, с Нигиром Владимировичем, и мы поехали, познакомились с центр спортивной подготовки, с директором, и вот я начал уже тренироваться под руководством Максима Владимировича. И это в плане вообще нашей, можно сказать, такой школы Тюменской. И моим первым тренером по стрельбе это был Муслимов Павлович. Вот с двумя тренерами я начал свою карьеру в биатлоне после лыжных гонок. Призер мемпийских игр, он имеет в виду Муслимов Павлович, призер мемпийских игр в Нагана вместе с Куклевой. Большое спасибо. Сейчас у нас еще один гость на связи в прямом эфире со студией Дмитрий Саенко, тренер Центра спортивной подготовки Тюменский Легион. Именно под его началом с 2010 по 2013 годы тренировался Артем Минулин, сейчас защитник Олимпийской сборной России по хоккею. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Знаем, что вы по-прежнему общаетесь с Артемом и даже недавно в Магнитогорске удалось увидеться. Ну, мы туда приезжали в сентябре с 2006 годом играть на первенство России. И Артем, я ему написал, что мы будем там давно не виделись, и он сказал, что он обязательно подойдет. Он пришел на наши игры, мы играли с металлургом Магнитогорским, с ним пообщались, поговорили. Каким вы запомнили Артема, он у вас с 11 лет играл, уже тогда выделялся? Да, я вам скажу, что он простой парень, воспитанный, во-первых, трудолюбивый. Он в свое время, как говорится, когда маленький был, он выделялся по своему возрасту, ростом. Хорошо играл в единоборствах в своей зоне, как защитник. Подключался часто в атаку. В общем, у меня, за время его, с ним, когда я работал, у меня не было даже к нему никаких претензий, ни к нему, ни к его родителям, никаких скандалов не было. В общем, я бы вам так сказал, даже можно было предположить, что у него большое будущее. Большое будущее. Он сам хотел этого добиться, вот он и добился, как говорится. Гордитесь, что ваш воспитанник стал первым коренным тюменцем, который сыграет на Олимпиаде? Нет, мне, конечно, приятно, что он коренной тюменец, родители у него живут на московском тракте, что он попал в сборную, сначала в юношескую попал, ой, в молодежную попал, потом в основную в сборную Олимпийскую попал. Так что мне очень приятно. Я все равно, вот 98-й год, которым я руководил, там пацаны были хорошие, год вообще хороший был. Он иногда привлекался за 97-й год, то есть за год на год старше, когда там ребята были травмированы или болели. Всегда тренера подходили 97-го года, спрашивали, можно минули, а можно минули. Я никогда не отказывал. Какой игры ждете от сборной России и именно от Артема в Пекине? Конечно, хотелось бы, чтобы они выиграли. Золото завоевали, первое место, как говорится. Ну, Артему, главное не болеть, сейчас, сами знаете, пандемия, это очень много болеет. Сыграть на своем уровне, в этом году, я скажу, он раскрылся прилично на уровне КХЛ, в команде Магнитогорск, он раскрылся. До этого он, то его спускали в курган, то он там, то сидел, то не играл, а в этом году он прилично раскрылся. Я сам даже удивился, что у него такой показатель хороший. В 2013 году Артема позвали в Магнитогорск, сейчас, когда зовут клубы КХЛ, таланты всегда уезжают, да? Тут ничего не поделать, пока самих нас в КХЛ не будет? Да, я считаю, да, я считаю, что пока в Тюмени не будет клуба КХЛ, ребята будут уезжать. Перспективные, хорошие пацаны. Я бы не сказал, что у нас школа плохо работает. Школа, я считаю, ну, нормально работает. Есть воспитанники, которые играют во многих командах. Большое спасибо, у нас в эфире был Дмитрий Саенко. Ну и хочется вернуться к поддержке нашей сборной. В сети набирают обороты флешмоб. В поддержку наших атлетов известные певцы, блогеры, другие медийные персоны записывают видео под хэштегом WeWillRackYou, где есть интересная игра слов, ведь РАК – это российский олимпийский комитет. Именно под такой аббревиатурой мы выступаем в Пекине. Мощный заряд поддержки передают спортсменам и ямальцы. Шаманские танцы, настоящие бубные, знаменитые WeWillRackYou. Северные артисты заряжают атлетов на победу с самого края земли. Итак, друзья, уже завтра нас ждет биатлонный микс с участием Логинова «Лыжный эскиатлон», где побежит Татьяна Сорина. И вот когда вся страна вот так болеет за своих атлетов, мы верим, что у них появятся дополнительные силы и верим в победу. Это был вечерний хэштег. В студии для вас работал Максим Яковлев. Оставайтесь на тюменском времени.